здравствуйте это канал максимации и это hello neighbor old style короче говоря это модификация на оригинальных low neighbor которые преображает игру в старый стиль рисовки мы об этом мы стиле рисовки много раз говорили я много раз говорил о том что он не нравится куда больше чем нынешний реалистичный тот стиль который был в при альфе и альфе 1 а начиная с альфы 2 он начал постепенно меняться в мультяшный на мой взгляд в худшую сторону потому что от него от этого мультяшного стиля пропадает хоррорность помимо самого стиля там еще и это атмосфера тоже начала в менее страшную там от музыки соседа начала меняться так и в принципе во много во многом от игра легче стало так вот короче автор как миссинг антити решил сделать модификацию hello neighbor в реалистичном стиле этот мод я думаю много кто хотел вот он спустя довольно долгое время разработки и и сделал собственно нашему миссинг антити он на 2005 года рождения то есть он на год младше меня и но как бы мы к нему не относились весьма умный и грамотный чувак разбирается в этих вещах прямо практически на отлично конечно если бы был бы ему доступен исходный код игры он бы сделал не еще больше но что он смог сделать то сделай он и так принципе сделать вообще-то говоря дофига собственно вот релиз сегодня 19 января вышел он наконец-то выпустил этот мод я заметил сразу побежал качать но была проблемка я скачал там виде установщика я нажимаю выдает ошибку установщик и такой более ночью себя был он такой но благо автора отреагировал очень быстро и по примеру через полчасика уже все исправил выложил новый установщик и вот короче теперь я могу запускать эту игру и собственно что мы тут видим во первых главное меню теперь мы можем вращать камеру и видите что тут есть собственно мы видим мы дом из прототипа только здесь много капканов много камеры и короче ружье на стене и так далее собственно а так он логотип измененный модификации модификации нету кстати говоря как вообще этот мод ставится в описании будет ссылка на game job с этим моим модом и надеюсь я не забуду поставить и там короче установщик установщики в этом мы короче выбираешь папку где на где лежит игра и собственно нажимаешь все устанавливается и запускаешь игру игра преображается вот волк ставил у меня есть лицензионная версия купленная в стиме на которую которую я купил специально чтобы запускать модификации и мне невыгодно олд стайл делать на вшивать в релизную версию игры потому что мне как бы нужно чтобы и модификации там стабильно запускались и все такое поэтому поэтому для холодной бород стайл я скачал отдельно пиратскую версию чтобы поставить олд стайл на нее в общем этот мод я ждал очень долго впрочем давайте начинать короче нажимаем новую игру собственно говоря изменилось множество иконок то есть не только сам стиль акт акт 1 как бы та же самая игра ну с реалистичным стилем рисовки некоторые объекты которых не было в реалистичном стиле рисовки в ранних версиях он моделировал сам и создал собственно их блин слушайте я где этот микшер громкости я чуть-чуть тише еще сделаю на пару процентов вот так вот как мы видим тут еще день он как бы менее и менее такой яркий менее контрастный больше напоминает действительно день за при альфа альфа-1 альфа-2 впрочем это только первая версия в ней вполне не исключены всякие баги недоделки кстати говоря в установщике когда установишь этот вот там еще предлагает выбрать обычная версия или зимняя версия да он в качестве еще такой дополнительной фишки еще сделал зимнюю версию правда выглядит она так себе не очень красиво но в принципе какую-то зимнюю атмосферу щитить может в принципе вполне но я поставил обычную версию необычный что музыка из альфа-1 у нас играет так ну да вот уже есть недоделки некоторые я очень надеюсь что ключик сам не будет застрянут там в тумбочке в этой до атмосферы из-за тех ранних версий все равно правда не хватает но но это было неизбежно двери реалистичные пожалуйста они правда здесь более широкие потому что в ранних версиях они были такие более они были более узкие и более реалистичные от этого но начиная с альфа-4 решили двери сделать более широкими где где включается свет свет света конечно маловато можно включить радио который причем еще и светится посмотрим что у главного героя дома находится мусор валяется который жаль убрать нельзя так темновато кстати говоря есть еще при нажатии на кнопку you появляется вот такая вот концу командная консоль который много чего можно сделать тут возможностей в довольно полно сейчас мы их пробовать не будем нам надо именно играть в настройках в кстати интерфейс настроек тоже немножко претерпел изменения ему есть настройки мода которые позволяют включить обратно сохранение инвентаря пока за включите чтобы отображались кадры в секунду но этот хов да здесь короче отсыл отсылку на и смертника я так это смертник же вроде сделано так ярковатый свет немного еще телевизор показывает здесь уже три звуковые нет 4 даже 4 звуковые дорожки уже они 2 1 из при альфа до новая которая была в при альфе а еще одна это дорожка которая была файлах игры но не вошла ни в одну из версий так ладно короче короче автор мода сделал еще так чтобы при столкновении соседом у игрока вещи пропадали как это было в при альфе альфе 1 но если 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 слишком сложно так можно в принципе обратно настройках это включить но я пока попробую поиграть без сохранения витаря чтобы как-то по-новому ощутить игру что ли если станет слишком сложно я изменю это обратно есть еще вот такой вот домик в котором он правда не открывается и в нем хрюшка из angry birds собственно говоря такой вот это такой вот так сказать это аватарка missing нтт собственно самого давайте идти в дом моего соседа уже кстати говоря вот я заметил что начиная с альфа 4 что ли короче уличные звуки они стали немножко тише и как-то атмосфера тоже от этого немножко поугасла здесь автор походу опять и сделал их погромче во всяком случае ли мне может окажется во всяком случае короче как как проходить собственно по стандарту берем вот эти вот залезаем на полку продадут деревяшка расколотая о мы слышим звуки из при альфы я правда упал потому что я ничего не видел из-за этого ого ничего си я его даже не заметил сам сосед тут стал по умнее немножко у нас теперь тут будет более опасный так то сюда ему не забраться пока что потому что здесь за этому что тут закрыто лазать по полкам он у нас к сожалению не умеет а может к счастью для кого-то к счастью наверно вот такой вот рычаг вот такой вентилятор а еще сосед умеет говорить как это было в прототип версии но не вошло ни в одну из вышедших версий замки тоже реалистичные перекрашены правда они немножко коряво пока стоят надеюсь это будет фиксится со временем кстати говоря мы некоторое время назад играли в модификацию на холлун под названием дано и барком бы не бурском бэк короче модификация представляла из себя полностью доделанный дом из альфы 1 но модификация была чрезвычайно сложный мы не смогли ее по чесноку пройти и так вот короче где-то в конце октября в конце октября то это уже давно а я только сейчас об этом узнал автором видимо услышал своих фанатов своих пользователей и выкатил обновление которое позволяет добавляет меню где можно изменять сложность там короче можно убрать 2 2 противника который который меня всегда бесил вообще возможности включить сохранение инвентаря обратно и выключить опцию к при которой сосед короче запирал двери короче я я и это обновление по пусть у нас даже поймает и а я забыл кстати я забыл я уже забыл что он у нас вещи забирает ладно вот я зря сейчас специально ему попался я забыл про это ну ничего сейчас и черт возьмем ключ да что ты и а то как она открылась я же не открывал музыка погони правда тихого тиховатая но тем не менее короче я попробовал прочь и по чесноку теперь пройти убрав галочки в меню выбора сложности некоторые у облегчивать и в самом игру и ты и таки смог пройти я думаю нам надо третье прохождение попробовать сделать в котором мы перепройдем этот этот мод уже на уже по чесноку но в облегченном режиме потому что мод очень классный вообще нисколько не спорю но сложность в нем просто запредельная ой блин впрочем сосед бегать не очень-то быстро от него убежать довольно легко но на территорию игрока он не заходит реализовать он это к сожалению не может его возможности к сожалению не позволяют там у него соседа нету просто навигации ходить на территорию игрока ёшкин кот вот это было неожиданно опа страх появился ну-ка давайте страх посмотрим до телевизоры не дар не доделаны короче я надеюсь автор смотрит это видео из-за меди да да там а там машины его реалистичные причем даже здесь непонятно как стулу так может вообще стоять телеки короче до соседой машину видно конечно очень плохо но видно а еще он по моему внутри машины зашел короче ладно давайте уже идти туда как он выслеживает меня вот это неинтересно блин он из-за этого коробки еще попадали все а ключ кстати не на место на свою вернул собра в багажнике лежит прежнему коробки жаль все упали я не понимаю как он меня выслеживает так быстро так я очень надеюсь что никакие предметы не будут проваливаться сквозь текстуры так ну ладно открыли так открыли я думаю сложность это ну да сосед действительно стало опаснее блин господи ты боже мой сосед стало кого он как будто видит на сквозь стены он нас практически везде в акции знаете что надо сильный бросок есть я сильного броска нет но в акте 3 он скорее всего будет потому что там без него никак вот такая гитара появилась а ну слава богу ключик тут нормально лежит вот будет очень грустно просрать этот ключ и обратно возвращаться на второй этаж все отлично подвал забрались без всяких проблем давайте смотреть как выглядит подвал да у автора мода возникли большие трудности в разработке его и не только из-за того что как бы сложно было создавать объекты а еще ему дважды короче сносили страницу гейму и джолки он сначала он сначала не знал просто как в качестве мода о прикольно кола есть не знал как мод делать это или и задумал как бы выкладывать полностью игру собственно в гейм джолки в комьюнити по модификациям было такое правило что запрещены релейки ремейки перезаливая релизной версии из-за этого там его об этом предупредил владелец комьюнити в гейм джолки и собственно он тогда да при признал и написал что возможного проект будет обречен на удаление там все дела но чуть позже он при придумала короче там у него небольшой еще конфликт случился с этим владельцем но он потом придумал как сделать это в виде мода они в виде как бы выкладывание залива версии самой новое но но было уже поздно короче этот владелец комьюнити потребовал снести ему страницу ему снесли страницу но он написал в поддержку гейм джол то и там мы собственно уже это как бы его поняли он там объяснил что ничего не нарушал уже по сути и господи ты боже мой и короче страницу ему страницу восстановили кстати из фонарик почему-то не пропал он у меня остался на месте господи но сосед реально сложным стал намного слады и он стал гораздо опаснее тут а как и как же теперь проходить интересно буду стекло и мы откроем все эти двери это нам очень нужно во страницу восстановили но к сожалению через несколько месяцев уже сама студия тайне билд обратила внимание на этот мод судя по всему они решили что судя по всему они решили что автор действительно решает перезаливать их игру полностью и поэтому приняли решение снести ему страницу ни в чем не разбиравшись по надавили на game джол то ему страницу удалили уже уже без возможности восстановления потому что ну типа потому что типа он нарушил авторские права и восстановить нет никаких оснований уже восстанавливать ему страницу догонит интересно или нет я успел нажать но не успел прибежать ну ладно хорошо можно обратно теперь этот щиток включить как бы по блин я еще и застрял вот сейчас самое время застревать до но автор не сдавался и все же модификацию доделал недавно но создал новую страницу в game джол те и там уже выложил собственно модификацию и не бил тут конечно поступили как-то совсем не очень потому что ну не ни в чем не считай засудили человека ни в чем не разбираясь просто просто и причем он еще как бы не выложил игру за намерение то не должны как бы в тюрьму сажать считай так что это было ну совсем как-то не это так второй акт я давайте попробуем тоже пройти в этой серии от 3 уже отложим на следующую игра все таки длинная и за одну серию пройти ее невозможно кстати консоль позволяет менять время суток нажимаешь на ю я хотел это проверить в первом акте я что-то совсем вылетела из башки я забыл но вы можете сами скачать если у вас комп тянет эту игру конечно и проверить собственно и сейчас день и более яркий стал но в этом акте уже меняется время суток вентиль более реалистичный стал что мы делаем крутим кранчики все эти замок наполовину красный наполовину черный не знаю так должно быть или это или это тоже не должно было быть такого нет 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 жаль ключ пропадет ключ пропадет и к сожалению я не могу попробуем так сделать плен а я знаю что можно сделать почему он не полез по лестнице а он стал быстрее залезать кстати я хочу заметить залезай ты да блин короче сосед гораздо опаснее тут стал он стал выслеживать до рука вот это проходит правая рука проходит сквозь вот эту вот диверсию это не очень что-то change day time не работает чуть-чуть не работает change day time я не знаю почему нет я не знаю почему она не работает для ее мои вот я так и знал что будет графика конечно нет я читаю когда поблескивание какие-то видны это не очень приятно к ёшкин декода по адресу обратно вот вот как бы теперь выбраться отсюда уже сейчас шкаф наверно заглянет а нет и заглянет а блин ух я это сделал ну-ка на на ой а во что являлась а капкан уже капканы тут ставит да я дружелюбный режим решил выключить чтобы хардкорочку немножко придать так и последний кранчик здесь я благополно уже все помню как тут проходится третьем акте наверное все таки включу сохранение нитря потому что очень сложно я думаю там будет но впрочем дай дойдем до этого там посмотрим граммофон пожалуйста реалистичный стал здесь а где акула а вон она я ее сразу я ее сразу не заметил господи я не думал что он сюда пойдет первом акте был ой господи варьба в обычном холодной борьбы было все гораздо легче да господи он все сюда же так быстро пришел что ли о господи да определенно этот мод стал сложнее делать игру давай хватит меня уже искать то он прикалывается что ли или что он ищет меня но я не могу понять где он нет я лучше возьму кресло только до дохода это так как это прекратите блин да и лезь ты блин хорошо процесса блин трубы классно выглядит кстати вот молодец прям трубы офигенно выглядит а что застряла там такое да и когда он меня потеряет уже уже заколебался или он сейчас под кровать залезет позитивом там забаговался по моему коврик вот тут который лежит из мультяшного стиля рисовки но хотя и в принципе в реальной жизни такой ковер может быть но все равно как-то да ёшкин ты кота ну когда это прекратится в общем скорее всего этот ветер мне не пригодится лопата нужна мне очень сильно скорее выкапывать яму вот видите как просто на ускорении все делаем самое время застревать блин блин а меня кстати и вентили не все покрутил вода пока не пойдет надо еще в одном месте включить воду ой блин ты господи да боже мой а ночь к стала кстати ночь стала больше похоже на ночь из первые альфы а подождите а где вентиль а вот он почему-то там там застревает вот здесь надо покрутить и тогда пойдет вода есть возможно еще тут надо давайте сюда тоже вставим попробуем ой камеры так вот тут лестница упирается вот в этот косяк и немножко а у отлично вода набралась пора остудить и заморозить открываем вот это вот включаем вентиль больше не пригодится и хватаем красный ключ собственно интересно где он сосед данный момент находится у господи что там происходит молния что ли есть так давайте сделаем это в светлое время суток сбежим чтобы мы более четко смогли все увидеть где сосед тоем и отлично когда мне нужен сосед его сложно найти когда мне не нужен сосед он сам меня находит блин действительно молния короче то молния была только в альфе 3 а а кстати да вот это нужно еще посмотреть ну тут из мультяшного стиля все осталось а может быть и не все сейчас узнаем ну вот этот а ну да вот шкаф как бы релизе щиток со сломанными дверями только все стало более темным каким-то осколки от осколки еще появились в этой модификации окей и а и и и и и и и и Продолжение следует... Отлично, пора на выход. Щиток, кстати, стал больше размером. Вот так вот, короче, всё. Фух, первая серия у нас получилась успешной. Акт третий мы будем проходить уже в следующей серии. Ну, а пока давайте... Да, нога проваливается в диван. Пока давайте кратенько посмотрим, как выглядит дом. Квартира главного героя в этом стиле. Собственно, да, она преобразилась. Стала выглядеть так. О, прикольный плеер. Ну, а проходить это мы будем уже в следующей серии, короче... Прототип нам тут показывают, правда, в ускоренном режиме. Причём с цветным экраном. Это офигенно. Короче, давайте на этом закончим. Ух ты, прикольный, прикольный. Да что-то написано на нём. Короче, на сегодня всё. С вас, Сэкос, подписываться, сменяя печные видосы. Подписывайтесь также на мой влоговый канал. Ссылочка на него в описании. И группу ВКонтакте. До встречи в следующих сериях. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!